Программа «Пиджаки» у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня журналист, публицист Леонид Радзиховский. Здравствуйте, Леонид Александрович. Добрый день. Давайте сначала по новостям пройдём, а потом посмотрим на 16-й год вообще в целом, такой у нас план. Ну и начнём вот с чего. У нас есть господин Навальный, который возжелал стать президентом Российской Федерации, по крайней мере, официально уже об этом заявил, что планирует выдвигаться в качестве кандидата в президенты в 18-м году. Отмечаете для себя эти события? Ну, интересно, конечно. В общем, ожидаемо, но, тем не менее, любопытно, да. В его положении правильно делает. Естественно, в 18-м он никем не станет, это он понимает не хуже всех остальных, но тренироваться надо, напоминать о себе надо, бороться надо, так что действует абсолютно грамотно. Это нужно прежде всего ему или нужно властям, или нужно всем нам? Вот для кого вот это? Ну, прежде всего, естественно, поскольку это делает он, то это нужно, естественно, ему. Ему это нужно для, как минимум, сохранения своего политического капитала, как максимум для увеличения, потому что, если его снимут с дистанции, хорошо, боятся. Если его не снимут, то у него появляются трибуны. Кроме того, для того, чтобы стать кандидатом в президенты, насколько я понимаю, недостаточно объявить, вот я тут в эфире объявлю, сбор подписей, по-видимому, вот это всё. Это орг работа, это занять своих сторонников, это конкретная цель, это деятельность, то есть это всё абсолютно правильно, абсолютно разумно для него. Если эта деятельность увенчается каким-то успехом, то есть он соберёт нужное количество подписей, выйдет в эфир, то это вообще колоссальный успех, он будет стоять. Кстати, ролик, не посмотрели ещё ролик, в котором он заявляет о своём номере, нет? Нет, нет, нет. А посмотреть интересно, интересно хотя бы потому, что многие из тех, кто просто вот как бы, ну, из косок по диагонали посмотрели это видео, обращают внимание на некие общие черты, которые появляются у Алексея Анатольевича и которые присутствовали у Бориса Николаевича Ельцина. То ли по жестикуляции, то ли внешне он как-то похож. Внешне он похож немножко, да, немножко похож. Ситуация не похожа пока во всяком случае. Я не думаю, что она к 18-му году станет похожа, если вы имеете в виду первый выбор 91-го года, когда Ельцин. Вот, но неважно, ситуация, времена не выбирают, в них живут и умирают. Какая ситуация есть, такая есть. Короче, если его снимают, ему хорошо, его боятся. Он загружает деятельностью своих людей, ему хорошо, у них появляется конкретная оперативная цель. Если подписи бракуют, ему хорошо его боятся. Если подписи не бракуют, он выходит на трибуну, ему очень хорошо, он получает огромную трибуну. Понятно, что ни в каких дебатах никакой Путин участвовать не будет. Зато Зюганова, Жерико, Явлинского и прочих, я думаю, Навальный сделает как бог черепаху. Потому что, понятно почему. Потому что они боятся острых вопросов, а он не боится острых вопросов. Они боятся, они играют в поддавки, он будет играть или изображать игру, или играть по-настоящему не в поддавки. Они катятся между палочками, между флажками, он катится поперёк флажков. Поэтому в любом случае ему хорошо. А нет ощущения, что он пока ещё на такую действительно широкую аудиторию не выходил? Достаточно опыта, например, у него нет. А здесь ему впервые придётся находить общий язык с тем избирателем, с которым он толком ещё не знаком. Одно дело, московская публика, которая его уже знает, а другое дело, объяснять всем гражданам остальным в Российской Федерации, кто он такой и для чего он пришёл. Так и хорошо. Тренироваться надо. Но ещё раз повторяю, даже если бы вообразить, что мы идеальная страна, где идеальная демократия, где нет никакого административного трения, где всё катится просто так. Ну, трудно представить, что человек не Трамп с его миллиардами и с его всё-таки огромным пиар-опотом, а человек просто так, с улицы, не имеющий ни денег, ничего, становится президентом с первой попытки. Вообразить это довольно трудно. А вот возможность увеличить свою капитализацию политическую в разы, она теоретически есть. Но я не думаю, что его... Ну, по крайней мере, сегодня, что будет через полтора года, кто его знает. Но не думаю, исходя из сегодняшней ситуации, что его допустят, пустят козла в огород. Я думаю, что не пустят. Почему? Ну, есть запрос на определённые легитимности на этих выборах в Государственную Думу. Это многократно повторялось. Другое дело, что многие спорят о том, нашло ли это отражение в ходе самих выборов. Но запрос такой на легитимность, он всё явственнее. И для того, чтобы доказать всем в Российской Федерации, за пределами Российской Федерации, о том, что, эй, мы строим настоящую демократию, почему бы не допустить Навального, понимая прекрасно, что он проиграет, но шансов практически нет. Разумеется, шансов у него победить нет, это правда. Но шансов набрать много миллионов голосов, если ему дадут действительно выйти на широкий экран, у него много. Ещё раз повторяю, эти шансы связаны с тем, что публика, измученная Нарзаном, в лице Зюганова, Жириновского и так далее, то есть измученная заведомыми шоуменами, которые не могут говорить о том, не могут говорить об этом, у которых 50 скелетов в шкафу, которые просто выходят в пятый раз, которым просто по 70 лет. И вот просто на контрасте человек, который может и будет говорить и про то, и про это, и про Сечина, и про Путина, и про родственников Путина, и про пятое, и про десятое, и новый человек, свежее лицо, и молодой человек, и так далее, и так далее, такой человек имеет шансы получить очень много голосов при свободном выступлении по телевизору. Поэтому, значит, на кой черт власти такая легитимность нужна? А что касается запроса на легитимность, а в чем выборы нелегитимны? Собрали голоса, а голоса неправильные, фальсифицированные. Десять тысяч троллей в интернете напишут, что понятно, что эти голоса ему накидало ЦРУ, или если к этому моменту у нас будут хорошие отношения с Америкой, просто накидало мировая. Ну, просто жулик. В случае все останутся при своем, ну, то есть никак не изменится повестка абсолютно. И хорошо, все при своем, в тяжелой борьбе с опытными тяжеловесами, Зюгановым, Жириновским, Мироновым, Явлинским, в этой тяжелой борьбе Путин одержал уверенную победу над всеми тяжеловесами. В чем он нелегитимен? Он абсолютно легитимен. А искать приключений на свою шею, а зачем это надо, Владимир Владимирович? Дело в том, что у нас существует какая-то странная, вот такая у некоторых людей, какое-то странное такое представление, что легитимность – это когда интересно группе московских тусовщиков. Нет. Легитимность – это просто, когда вы собрали 80% голосов, из которых пусть даже энное количество заставили военные такие-сякие, но все равно по определению реально за вас голосуют там 60-70%. Все это есть легитимность. Кого вам еще легитимности надо? Поэтому мне кажется, что устраивать этот вот цирк, эти вот прошки под куполом цирка с Навальным, зачем это Путин? Ну, я, честно говоря, ну, я не знаю, пусть он человек хитрый. Про Навального поговорили, про власть поговорили, а про нас-то еще не упомянули. А нам-то вообще это надо? Мы – это граждане Российской Федерации. Мы разные, но так или иначе. Ну, гражданам Российской Федерации, прежде всего, мне кажется, безумно, невыносимо, скучно, фантастически тоскливо от того, что в России изображается под видом политика. Единственное, что в России есть живого – это внешняя так называемая политика, то есть пиар, ругань в адрес врагов Америки там и так далее. Обратите внимание, что на всех этих бесноватых шоу по-настоящему начинают кататься по полу и рвать зубами паркет, только когда речь идет об Америке, Украине, Сирии и так далее. Внутри страны идет такой нуднейший гундеж и бубнеж абсолютно ни о чем. Да и нет, не говорите, черное и белое не называйте. У нас коррупция, но нет коррупционеров. У нас бесконечное безобразие в том, сём, пятом, десятом, но нет виноватых, кроме Улюкаева, которого уже давно объявили еще до посадки в тюрьму, виноват. У нас экономика не растет, но почему, неизвестно. У нас пенсии плохие, но это как бы погода. Нет интриги, нет образа врага, не с кем бороться. Невыносимо тоскливая внутренняя политика. Но это и плюс, потому что уже практически нивелировались разговоры о пятой колонии. Ну, уж я там не знаю, для кого это плюс, для кого это минус, но это безумно скучно. Но ведь политика современная, как мы это видим на примере Трампа и так далее, это прежде всего шоу. А шоу во внутренней политике у нас просто нет. Безумная невыносимая тоска. Так у нас шоу всегда с определенным запросом. Запросом повесить своего оппонента на ближайшем фонарном столбу. Мы так привыкли к этому. Так может быть, стоит погасить действительно градусы? Сейчас его погасили. Его погасили, но людям-то, вы спрашиваете, нужно ли это людям? Я отвечаю, людям безумно невыносимо скучно. У них есть нейрон. Нейрон интриги, нейрон новизны, нейрон свежей информации. С точки зрения раздражения этого нейрона, интриги и новизны, появление Навального было бы людям очень интересно. Они бы взбодрились. Вместо того, чтобы в тысячный раз обсуждать, какие фашисты на Украине и какие подлецы американцы, что они зря печатают свои бумажки доллара, а мы вынуждены их принимать, и что НАТО своими щупальцами и так далее. Вот вместо в тысячный раз повторения этих сказок, люди бы почувствовали какую-то реальную интригу. Это первое, что людям выгодно. Второе, что людям могло бы быть выгодно теоретически, это если бы Навальный действительно расшевелил это болото, собрал бы много миллионов голосов, то вопросы, которые он поставил бы, а вопросы-то очевидные, это об увеличении расходов на социальные. То есть, это те же вопросы, которые будут ставить все, и Зюганов, и Жириновский, и Явлинский, и сам Путин. Побольше пенсии, побольше больниц, побольше школ. Поменьше коррупционеров. Поменьше коррупционеров за всё хорошее против всего плохого. Это все будут говорить. Но в исполнении Навального, острым, злобным, направленным лично против Путина, обострённым, раскалённым, это могло бы расшевелить государственные органы. Действительно, ведь... Кот спит, когда нет мышей. Когда появляются мыши и начинают шмыгать у него под носом, он тоже как-то просыпается. Значит, если нет никакого сопротивления материала, если выступают с тем же бубняжом одни и те же статисты годами, то почему власть вообще будет шевелиться? Да пропадите вы пропадом. Если она чувствует хотя бы малейший привкус опасности, малейший привкус конкуренции, малейший привкус угрозы, то она может теоретически начать хотя бы чуть-чуть шевелиться именно в этом направлении. Так что и в этом плане это было бы полезно. Ну и в принципе, я-то считаю, что вообще сменяемость высшей власти – это вещь желательная. Она не гарантирует ни экономического процветания, ни социального процветания, но гарантий в мире вообще не бывает. Тем не менее, несменяемость высшей власти гарантирует бронзовение этой власти, гарантирует запредельный уровень халуяжа, гарантирует маразм на разных этапах и на разных ступеньках государственной лестницы. Поэтому, в принципе, сменяемость – вещь полезная. Другое дело, что эта сменяемость даже в развитых демократиях часто сводится действительно к довольно дурацким популистским играм. Но какой должна быть сменяемость при минимуме популизма – это вопрос сложный. Может быть такой, как в Китае, где сменяемость есть, а популизма значительно меньше, потому что сменяется не в ходе шоу предвыборных, а в ходе каких-то подковерных драк в ЦК партии Китая. Я не знаю, и никто не знает, политология не придумала способа минимизировать. Есть такое ощущение, что мы ждём такого светлого момента, когда нам сделают то ли прививку от таких заявлений безответственных, от популистей. Это невозможно. Почему нет? Ну, потому что нигде этого нет. Во всём мире побеждают или, по крайней мере, делают безумно популистские заявления, нелепо, неадекватно популистские заявления. Так выиграл Трамп. Легко представить, какие популистские заявления последуют в 1917 году во Франции на выборах президента. А ведь Франция – это страна, так же, как и Америка, с 230-летней историей демократии, открытой демократии. В Швейцарии проводят опрос, давайте, граждане Швейцарии, мы сделаем всем хорошо и сделаем у нас минимальный доход для каждого гражданина. И они говорят, нет, слушайте, нам это не надо. Это эксклюзивная ситуация. Всё-таки таких стран, как Швейцария, Дания, Люксембург, их очень мало. В больших странах много очень бедных людей, как в России, как в Америке, где много очень бедных людей, реально бедных. Поэтому популизм здесь будет работать всегда. Популизм всегда имеет огромную питательную среду. В больших странах очень много мигрантов. Вот в Швейцарии, как я понимаю, их значительно меньше и так далее. Однородная, относительно сытая, относительно подготовленная социальная среда, да, в ней чисто популистский выбор, то есть публичный выбор, где обязательно будет популизм, относительно безопасный. Не однородная, с громадным разрывом богатых и бедных, с национальными противоречиями, с территориальными противоречиями среда, она, конечно, против вируса популизма бессильна. Ну, тогда мы обречены практически, мы бегаем по замкнутому кругу, потому что прививку нам никто не сделает, разрыв сохраняется, а то и увеличивается. Значит, популистские все вот эти тезисы, они будут пользоваться спросом, а значит, для того, чтобы избежать избрания какого-то президента-популиста, лучше повременить с вот этой прозрачной, абсолютно чистой демократией. Получается так? Ну, конечно, так, но дело в том, что это не круг, это, как давно уже сказал Георгегель, спираль. Мы бегаем мы, это не только Россия, всё человечество бегает по спирали. Почему? Вот вследствие каких необъяснимых причин сейчас не положено то, что было положено сто лет назад, ведь толком объяснить-то никто не может, но это факт. Не положено бить детей в школе, и, в общем, не положено бить их даже дома. Не положено открыто считать, что женщина человек второго сорта. Не положено презирать, откровенно презирать бедняков. Не положено, чтобы были открытые, публичные, разрешённые, законные, социальные, сословные градации дворяне и крестьяне. Даже царь, хотя в России очевидное самодержавие, и то не положен. Положено его называть президентом, и более того, положено устраивать для его легитимации, как вы же и говорите, какое-то шоу с выборами. Почему? Ведь мы ходим по кругу. Да, мы ходим по кругу, совершенно верно, но это не круг, это спираль. Откуда-то, и никто, в общем, не знает, откуда на самом деле, появляются какие-то вектора, которые заставляют людей меняться. Ну вот заставляют. И мы меняемся. Но мы меняемся как? Ведь Россия ни одного из этих вещей, о которых я сейчас говорил, сама не придумала. Мы повторяем, как, собственно говоря, почти все страны в мире, вот стран, которые запускают эти новые идейки, их очень мало. А все остальные идут за ними, идут задом наперёд, идут ругаясь, идут отпихиваясь, идут проклиная, идут плюясь, но идут. Вот скажем, ну, не положено. Я, кстати, сторонник смертной казни, но у нас она не положена. Почему? Мы сами до этого дошли? Да нет, конечно. Нас заставляют. И так во всём. Вот сейчас про возможный новый вектор, который мы сейчас там изберём вдруг, да, это заявление, которое сейчас в годовщину Беловежских соглашений, 8 декабря они были, они там звучат периодически, и последний, кто сделал заявление, это Михаил Сергеевич Горбачёв, который верит в создание союза в границах бывшего СССР. Он не верит в воссоздание союза Советских Социалистических Республик, но верит в то, что союз вот здесь какой-то будет воссоздан. Возможно, это будет нашим вектором. Возможно, здесь мы увидим нашу цель и сами выйдем на какой-то виток спирали или нет? Ну, если Горбачёв станет президентом, то возможно. Нет, всё, Михаил Сергеевич, он просто высказывает какие-то свои суждения, мы уже не верим в то, что он станет президентом. Почему же не верим? Может, он верит. Он же не сказал, что он не верит, что я буду президентом. Он сказал, я верю, что будет союз. О себе-то он, по-моему, не сказал ничего. Человек старенький уже, мы его пока всерьёз не воспринимаем. Ну и что, я и заявление его всерьёз не воспринимаю. Почему? Ну, в следующей реинкарнации, может, он будет президентом союза. Ну, потому что прошло 25 лет, появилось 14 новых государств, которые совершенно не хотят терять ни в чём, вообще ни в чём, свою государственную самостоятельность, свой государственный суверенитет. Примером, блестящим примером воссоздания союза является существующий уже 20 лет или 15 лет, не знаю сколько, никто не знает сколько, никто не помнит сколько. Вот, существующий уже 15 лет новое интересное территориально-государственное образование, единое государство Россия и Белоруссия. Вот вы знаете, что мы с вами живём отнюдь не в России, а в союзном государстве. В союзном государстве, вы это знаете? Иронизировать можно сколько угодно. Я не иронизироваю. Ну, в России и Белоруссии свободно могут перемещаться и там, и здесь, свободно могут находить работу и там, и здесь, и никто их ни к чему толком не принуждает. Они, да? Существенные... Я совершенно не иронизирую, я просто констатирую, совершенно верно. Возможность для более свободного перемещения людей, скажем, как в пределах Евросоюза, да, она вполне возможна, безусловно. Я не уверен, что гражданам России от этого будет очень хорошо, потому что, насколько я понимаю, наши братские чувства есть к Советскому Союзу, то есть к фильмам Рязанова «Ирония судьбы» и «Лёгким парам». Вот к Рязановскому Союзу у нас симпатия есть, а к реальному Союзу с реальным Таджикистаном и Узбекистаном, то есть с их гражданами, которые сюда приедут отнюдь не как рабы, а как полноправные люди, по-моему, этих симпатий у ностальгирующих по Союзу намного меньше. Но, тем не менее, возможность свободного перемещения людей вполне возможно, что она и будет, с частью, скажем, республик. Но абсолютно невозможно, чтобы государства, эти 14 республик, которые входили в бывший СССР, чтобы они хотя бы от части своих прав отказались. Ещё раз повторяю, вот пример Белоруссии и России. Хорошо, давайте пример Европейского Союза возьмём. Союз угля и стали для того, чтобы больше не воевать. Франция и Германия, в конце концов, договариваются о том, что давайте мы сделаем, свяжем себя так экономически, чтобы не было даже повода начинать какое-то очередное противостояние. Ну, видите, это вопрос довольно длинный, но я постараюсь коротко. Значит, с моей точки зрения, никакие экономические противостояния никогда не были причиной никакой войны. Причины войн совсем другие. Это идеологические сверхценные идеи, это чересчур большой тестостерон у слишком большого молодого населения, это национальные идеи и так далее. Любая война экономически только разрушительна для государства. Отдельные люди, конечно, обогащаются, отдельные компании обогащаются. Для государства она разрушительна. Но дело не в этом. В Европе войн не будет никогда, тем более, что главное, за чего всегда воевали, то есть границы, в Европе потеряли всякий смысл. Вот три раза воевала Франция с Германией за Эльзас. И теперь вдруг они осознали, что они воевали ни за что. Потому что граница, проходит ли она по Эльзасу со стороны Франции или по Эльзасу со стороны Германии, не имеет, как выяснилось, абсолютно никакого практического и теоретического значения. Теперь это точно. Теперь это точно. Но Европейский Союз имеет одно достоинство, которого нет и не может быть у объединения республик бывшего Советского Союза. Он не имеет одной доминирующей страны. Как минимум там есть две доминирующие страны. Это Германия и Франция. И несколько стран примерно сопоставимого веса. Это Италия, допустим. В меньшей степени это Испания. Раньше была, естественно, Англия. Она вышла и так далее. Любое объединение в рамках бывшего Советского Союза, это объединение вокруг России. Почему, собственно, эта идея пользуется популярностью в России? Потому что нравится слово «российская империя». Все понимают, что это объединение вокруг России. Но точно по этой же причине это также точно понимают и в других республиках. И там это не нравится. Здесь это нравится, а там это не нравится. Союз равных партнёров невозможен, а неравный союз – это уже не совсем союз. Но не союз – это империя. Если бы немцы предложили французам, давайте объединимся. Без Гитлера, без концлагерей, без расстрелов, без заложников. Ну, просто объединимся вокруг Германии. Ну, такая маленькая деталь. При этом Германия будет от Парижа, вот как была оккупированная зона, до Варшавы. Но мы будем на равных. Мы не будем делить людей по сортам. Там у нас не будет расстрелов, казней. Давайте объединимся. Ответом была бы война. Ответом была бы новая европейская война. А объединиться на равных – да. Не объединиться, просто стереть границы. Стереть многочисленные разли. Это пожалуйста. Но в бывшем Советском Союзе это по определению невозможно. Узбеки и таджики, с которыми я довольно много, кстати, разговаривал, очень жалеют о Советском Союзе. Очень хотят, чтобы он вернулся, потому что они стали жить гораздо хуже. Они хотят приезжать сюда как полноправные люди, а не как рабы. Но когда им говоришь, а вы хотели бы ликвидировать ваше государство? Они говорят, нет, зачем? Я говорю, ну как, ну в Советском Союзе же у вас не было государства? А государства пусть будут. Я говорю, подождите, ну вот вы хотите на равных, как граждане. Значит, единая страна? Да, единая страна – это хорошо. А ликвидировать Узбекистан? Нет, ликвидировать Узбекистан – это нехорошо. Я говорю, ну а как же? Ну вот так, чтобы мы могли приезжать на равных, чтобы единая страна? Ну Узбекистан – это Узбекистан, а Россия – это Россия. То есть для вас очевидны противоречия, которые непреодолимы. Абсолютно. Кратенько, как сможем, пройдём. По итогам года я просто обратил внимание, в российской газете вы уже так потихонечку раскачиваясь начали подводить некие итоги 2016 года, и такое ощущение, что Леонид Радзиховский зевал, когда писал, подводя итоги. Ну то есть как будто и выделить, отметить ничего. Нет, ну я-то подводил внутренние итоги. Внутренние итоги, мы об этом уже говорили в первой части, они действительно невероятно скучные, невероятно серые, поскольку внутренней политики у нас нет. А из ничего и выйдет ничего. Итоги нуля равны нулю. Но итоги года интересные. Это необычный год, это содержательный год. Во внешней политике, а это, конечно, в свою очередь, несомненно, повлияет на Россию, причём может повлиять вполне существенно. Вот сейчас только что я услышал новость, что Трамп назначил госсекретарём этого самого президента. Из Эксенмобил, да. Эксенмобил. Вот. Это вам не назначение министра внутренних дел новой Российской Федерации. Или даже министра иностранных дел Российской Федерации. Это существенное для России событие, поэтому, между прочим, всё внимание российских журналистов и людей, которые интересуются политикой, оно всегда направлено вовне, а не внутрь. Потому что внутри страны всё понятно. У нас действительно самодержавная власть, которая мало, на самом деле, очень мало что меняет внутри страны, которая держит внутри страны вот всё так плотно взявшись за ручки кресла, чтобы ничего не распалось, ничего не рассыпалось. Идея одна – держаться плотно, чтобы не разлетелось. И по возможности ничего не делать, минимализировать любые движения. Вся надежда на трение. Кстати, обратите внимание, это пользуется спросом. Если так вовне границы выйти Российской Федерации, то там всё больше обращают внимание и говорят, смотрите, как у них. Нет, но это я... В их действиях есть логика? Нет. Они, понимаете, там это надо тоже разделять. Это пользуется спросом, прежде всего, внутри России. Потому что людям внушают, отчасти врут, отчасти правду внушают, что перемены очень опасны. Это пользуется большим спросом внутри России. Что касается вне России, то им глубоко плевать на нашу внутреннюю политику, они её вообще знать не знают. А интересует их одно. То, что Россия была против, воспринималась как игрок, против Обамы, против глобалистов, против того либерального глобального нового мира, который действительно раздражает очень многих не только в России, но и в третьем мире, и как мы теперь видим, раздражает очень многих в самой Америке и в самом Евросоюзе, то есть в цитадели как раз этих самых глобалистов и этого самого прекрасного нового либерального мира, очень многих он раздражает. И поэтому тот, кто против него выступает, и выступает достаточно громко и последовательно, хотя и не вполне чётко, громко, постоянно, но не вполне чётко, а это Путин, он, соответственно, вызывает симпатии. Поэтому отсюда симпатия к Путину, отсюда интерес к России. Но в этом плане как раз крупное, очень крупное поражение, политическое поражение неоглобалистов, поражение неолибералов, поражение вот этого глобального либерально-демократического мира, или, если хотите, глобально-либерально-демократического проекта, утопии этой. Это, конечно, очень существенное событие, которое выделяет в 2016 год на фоне других годов, и которое будет иметь весьма вероятно, почти наверняка, и большие общие последствия для всего этого шарика, и немалые последствия для России конкретно. Причём, видимо, очень скоро. Но если говорить конкретно о России, то уж чего конкретнее. Значит, госсекретарь, кстати сказать, редкий случай, госсекретарь США, кавалер Ордена Дружбы Народов Российской Федерации. Это примерно так же странно, как если бы в России министром иностранных дел назначили кавалера какого-то американского ордена. Вот у нас был министр иностранных дел Козырев, которого все ненавидели за то, что он проамериканский. Но американцы его орденами не награждали, по крайней мере, его не награждали до того, как он стал министром иностранных дел России. И вот когда он ушёл с этого поста, он вроде получил гражданство американское, не знаю. Но, короче говоря, когда он был министром, он не был кавалером иностранных орденов. Но неважно. Так, в общем, этот самый дядька, значит, президент Эксенмобил, он прямо говорил много раз, что он против санкций. И мне довольно трудно себе представить, что такой человек, независимый президент Эксенмобил, стал госсекретарём для того, чтобы поменять свою точку зрения, вытянуться по стойке смирно перед начальником и сказать, отныне я за санкции, санкции нужны и так далее. У него независимое достаточно положение. И если он согласился стать госсекретарём, то вполне возможно, не сто процентов, но вполне возможно, что для того, чтобы реализовывать именно свои представления о прекрасном. Например, отменить санкции. Дальше, в следующем году, во Франции выборы президента. Уже никто практически не сомневается. Да, мы знаем, что соцопросы часто врут. Пример истории с США показал, что соцопросы врут. Хотя, кстати, Клинтон набрала на 2 миллиона голосов больше, чем Трамп. Но, тем не менее, по их закону там ошиблись социологи. Так вот, все социологи в один голос говорят, что президентом Франции станет этот самый Франсуа Вийон, как я его всё время не могу удержать. Ну, Файон этот их. Понимаю. Фийон, да. Голлист. Голлист, который категорически против санкций, который друг-приятель Путина. И все в один голос говорят, что во второй тур он выйдет вместе с мадам Лепен, которая ещё больше против санкций, которая ещё больше друг Путина, которая просто влюблена в Путина. Значит, так ли, сяк ли, по итогам выборов президентом Франции становится противник санкций. Но в Евросоюзе, где и так хватает противников санкций, их сдерживала только воля Соединённых Штатов и Париж-Берлин. Если этот консенсус разваливается, Париж-Берлин, а воля Соединённых Штатов меняется, то санкции летят. Таким образом, с большой вероятностью, с очень большой вероятностью, можно предполагать, что в следующем году санкции отменят. Ну, разумеется, Россия тоже для этого нуждалась сделать некоторые вещи, но ничего сверхъестественного, я думаю, никто от неё не ждёт. Просто прекратить окончательно заморозить, намертво заморозить ситуацию в Донбассе, никто ни в кого не стреляет. И вообще забыть, плюнуть, растереть, проехать мимо, всё, точка Иша. Я думаю, что при настроениях этих новых европейских лидеров, это весьма вероятная перемена, существенная для России. Мы в этом новом мире, хочется прямо сразу добавить, прекрасном. А субъектны или объектны, в вашем понимании? Ну, мы, разумеется, объекты, по той простой причине, что предложить нам этому новому миру абсолютно нечего. И вот это некоторая парадоксальная ситуация. Путин одержал крупнейшую, одну из крупнейших в своей богатой истории политическую победу. Два или три года назад Путин казался абсолютным маргиналом, абсолютным фейком, который один против всех, который противостоит консолидированной, разумной, взвешенной, цивилизованной позиции Запада. А он просто хулиган со двора. Лиговский хулиган против джентльменов. Шарик повернулся, и внезапно Путин оказался в мейнстриме. И внезапно оказалось, что Путин, который эти годы держался, не менял свою позицию, он оказался... С 2007-го, с Мюнхенской речи. Да, он оказался в мейнстриме, он оказался победителем. Но это тот случай, когда победитель не только не получает ничего, а победитель очень многое теряет. Почему? Потому что тут уже нам надо обратиться к внутренней российской ситуации. В десятый раз я могу повторить то, что я говорил. Вся интересность, весь рейтинг, вся интрига российской политики состояла в том, что Путин – мальчик наоборот. Что он борется бороться и искать... Найти и не сдаваться. Найти и перепрятать. Потому что после того, как вы нашли, делать-то нечего. Ведь от того, что он стал в мейнстриме, и даже от того, что отменят санкции, мы не станем ни технологически передовой, ни экономически огромной, ни социально развитой. Мы останемся самими собой. А бороться-то будет не с кем. А интересность-то, а интрига-то, а накал борьбы-то пропадает. Тогда будем бороться за, Леонид Александрович. Ну что уж. А бороться за трудно. Бороться за надо с кем-то. Пятая колонна исчезает. Потому что, что же это за... Чья же эта колонна? Враги растворяются в тумане море голубом. Колонна исчезает. Осаждённая крепость внезапно не осуждена. И крепость ли она? Крепнут отношения с западными партнёрами. Не только Китай теперь у нас в качестве главного партнёра рассматривается, но ещё и ряд стран Европы, а то и Соединённые Штаты Америки. И появляются какие-то новые блестящие перспективы. Ещё года два, как минимум, можно протянуть на этих ожиданиях. Да, совершенно верно. Можно раздуть, и раздует наверняка огромную пиаровскую кампанию. Путин всех переиграл, точнее, Путин всех пересидел. Путин одержал очередную блестящую победу. Это раздуто будет. Но это скучно. Потому что в нашей психологии, и не только в нашей, интересна борьба, противостояние. Когда борьбы нет, то тогда может быть хорошо, если по итогам борьбы вы получаете огромный приз. А приза-то мы не получим. Леонид Радзиковский с нами. Сейчас уже перехожу к вопросам наших слушателей. Минут 6-7 это мы уделим. Ну и поехали. Алекс Пол уже написал о том, что опять плохо. Как вы достали это к вам, Леонид Александрович? У вас что не происходит, всё плохо. Уже с Гераси сказал, что плохо? Да. Это уже проблема восприятия слушателя. Он что не слышит, всё ему слышится плохо. Нет, но вы же сами рассказываете о том, что эдак не очень хорошо. Мы здесь против всех. Я говорю, скучно будет. Хорошо принимается. Поехали. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Роберт Москва. Да, Роберт. Вот как представитель бизнеса хотел бы сказать. Вот получается, что танкции закончатся, да, и бизнес пойдёт вверх. Почему? Это плохо-то. Почему пойдёт вверх? Ну, во-первых, нормализуется курс, активизируется покупательская способность граждан. Хорошо принимается. Роберт уже оживёт ожиданиям. Я рад за Роберта. Значит, бизнес отчасти, несомненно, пойдёт вверх, но эффект восстановления, уважаемый Роберт, будет не так велик, потому что должен вам, к сожалению, напомнить, что в 2011 и 2012 и, увы, 2013 году, когда никаких санкций абсолютно не было, а цена на нефть была, простите, не 50 и не 60, а 110, бизнес вверх не шёл по той простой причине, что статистика Росстата говорила, мы растём на 1% в год, что очень мало, застой. Таким образом, в самом лучшем случае мы возвращаемся туда, откуда ушли в 2012 и 2013 год. Это первое. Но уже на другом витке спирали, Леонид Александрович. Вот именно, на другом витке, когда при этом ещё и пропал эффект той самой политической борьбы. Но это не всё. За годы, значит, санкций у нас некоторые виды бизнеса очень хорошо поднялись, например, сельское хозяйство. И поднялось оно именно благодаря, реально, благодаря этому самому импортозамещению. А если импорт будет замещён дружбой с Трампом и с госсекретарём США, то для сельского хозяйства это не очень хорошо. О чём, кстати, Путин говорил. Он сказал, я сторонник того, чтобы санкции в сельском хозяйстве отменять в последнюю очередь. Но, простите, европейцы не будут отменять санкции так, как выгодно нам. Они будут отменять санкции так, как выгодно им. А для них наиболее неприятные санкции, те, которые наиболее приятны для нас. То есть санкции в области сельского хозяйства. Я согласен с Робертом полностью, что эта отмена санкций, если она произойдёт, конечно, будет означать взрывной рост биржевых индексов и тому подобных радостей. Но у нас на бирже играет очень небольшое количество людей. А вот реальная экономика, связанная с ценой рабочей силы, с технологиями, с инновациями, с внутренними проблемами, связанными с демографией, с законами, она же не изменится от того, что санкции отменят. 73-73-94-8. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это вы прыгали с темы на тему. Я про Навального хотел рассказать. Давайте. Интересный момент. У меня человек работал, когда он баллотировался в Москве. Мэр. Да. В общем, идея, в принципе, у него есть определённая команда и достаточно немаленькая команда, которая помогает ему во всём и вся. Там, конечно, много и волонтёров, но в основном, конечно, все люди работают за деньги. Так вот, для Навального любое баллотирование куда-либо и выход на какую-то площадку – это некий бизнес. Есть определённые спонсоры, которые готовы ему за это платить. Сейчас в большей или меньшей степени посмотрим где-то через полгода. На данный момент, в любом случае, я просто хочу сказать, что бы он ни говорил, и как честно, и кому-то конкретно в глаза бы он ни говорил, это его инструмент. Говорить он умеет, и он знает, что говорить. Об этом может говорить кто угодно, и мы, в принципе, много какой-то информации, даже, может быть, инсайдерской, знаем. Но вопрос вот в чём. У него нет идеологии. Для чего он выходит туда, с точки зрения идеологии? Он выходит туда только из-за денег. Человек, который с ним работал, ему это очень не понравилось. И он ушёл. Хорошо. И он ушёл, да, потому что, ну, это неинтересно. Спасибо. Вот запрос на идеологию, обратите внимание. Да, на фоне абсолютно честных и высокоидейных российских политиков Навальный смотрится чудовищно. Как посмотришь на Жириновского, на Зюганова, на Миронова, ты просто волосы дыбом встают. Это люди... Это у вас. Это действительно бессеребрянники. Я и говорю, нравится, что они действительно бессеребрянники, что деньги им абсолютно не нужны, что политика для них не бизнес, а глубоко выстраданное, глубоко личное служение людям. И вот на фоне этих службистов, на фоне этих идеологов, на фоне этих, я бы сказал, страстотерпцев, Навальный, которому нужны деньги, какая мерзость. Я просто потрясён. Мне в голову не приходится, что Навальному нужны деньги. Выйдет политика, которая говорит, давайте скинемся на мою избирательную кампанию. Причём скажут это на всю страну. Его же не поймут. Понимаете? В этом трагедии. А ему не надо это говорить, как нам только что подсказал слушатель, у этого негодяя есть спонсоры, у других-то спонсоров нет. Они же работают бесплатно, святым духом питаются. Это, понимаете, из серии вот такой. Чтобы опозорить человека, надо сказать, что он ка-ка-ет. Вот никто этого не делает, а он подлец. Вы только представьте, он ходит в уборную, садится на стульчак, а дальше я говорить не могу. У меня просто сил нет. Да и время наше подошло к концу. С нами был Леонид Радзиховский. Вот на такой ноте мы и завершаем нашу сегодняшнюю программу «Пиджаки». Спасибо, Леонид Александрович. Пожалуйста. Приходите ещё. Леонид Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Леонид Редактор субтитров А.Егорова